Всем привет! Сегодня разбираю квартиру во вторичном жилье для семейной пары, которая состоит из двух человек плюс кошка. Давайте смотреть! Итак, ко мне обратились ребята с просьбой сделать планировку. Я спросил зачем? Они сказали, что вот нам делал дизайнер, не очень что-то нам понравилось, поэтому хотели бы еще от вас увидеть вариант, поэтому сделайте пожалуйста. А запросы наши вот такие. Итак, жена 34 года, муж 34 года, кот примерно 9-10 лет. Детей нет, но возможно планируется. Ну, возможно, это было так сказано, что вроде бы надо, но пока точно как бы их не будет. Поэтому, может быть, уже и квартиру 100 раз продадим. Поэтому, в общем, живем вдвоем и у нас есть кошка. Главная цель перепланировки, вот это важно, я сейчас зачитаю. Чтобы планировка, а возможно нам не нужна перепланировка, нужно услышать мнение со стороны. Чтобы планировка была разумная, удобная, красивая, все как я люблю. Цель здраво потратить деньги на ремонт. Суммы большие и будет очень обидно по итогу обнаружить, что функционально, фундаментально допущены ошибки. Квартира сложная, не совсем стандартная. Плюс есть сложности с тем, что нужно обязательно вписать часть нашей существующей мебели, техники, обеспечить потребности бытовые и донести до нас информацию, если где-то невозможно сделать, как мы хотим. Почему и как? Какие могут быть варианты? До вас была заказана планировка у другого дизайнера за 60 тысяч. А итог вышел не совсем понятный. Ну, соответственно, дальше запрос, что они хотят. Хотят, что большое общее пространство, хотят кабинет для работы, ну, спальню, понятное дело, ну и хорошую кайфовую ванну, в которой можно с удовольствием принимать те самые ванны. Вот такая планировка мне досталась. Показали, что сделал им дизайнер, вот даже вот в такой 3D виде. И сразу же первое, что бросается в глаза, это то, что пространство получилось осенью зажато. Кухня прям сильно маленькая. Вот это вот окно, рядом с которым располагается кухонный гарнитур. Вот за этим пеналом, это, видимо, холодильник, находится стол, где прям вот эти сидения, они настолько зажаты, что туда нужно бочком втискиваться, как-то туда вот упаковываться. Я не знаю, там как карандаш в футляр, так чик. Не знаю, какие при этом будут ощущения, мне кажется, что очень не очень. Ну, собственно, это, наверное, и смутило моих заказчиков. Ну и сам по себе кухонный гарнитур, конечно, очень маленький. Поэтому, глядя на всю планировку, мне кажется, что неправильно располагать на кухне еще и столовую зону, потому что она сюда банально не влазит. Видите, насколько мало места. Дело в том, что в старых квартирах кухню делали маленького размера, ну, примерно 6 квадратных метров. Могла быть чуть поменьше, чуть побольше. И осложняется ситуация вся тем, что сразу же за стенкой находится ванная. А это значит, что мы не можем увеличить кухню. Вот видите, это стенка, за ней ванна. За счет ванны увеличить нельзя. Здесь несущая капитальная стена, здесь окно. Ну и там, где вход, сюда мы тоже не можем увеличить. То есть, все, со всех сторон кухня зажата. Перенести ее в другую комнату физически, конечно, можно, но по закону нельзя. Тем более, что здесь еще и газ. А с газом вообще шутки плохи. Следующая проблема, это ванная комната, которая точно так же, как кухня, зажата со всех сторон. То есть, с одной стороны кухня, с другой гостиная. Справа стена с окном, кстати, это здорово. А с другой вот прихожая, которую уменьшить тоже никак нельзя. А в прихожую еще и надо места хранения расположить, шкаф большой. Ну и есть вот три комнаты. То есть, видите, как вот странная вот такая вот планировка. Но людям прошлого это годилось. То есть, все нормально. Что еще в этой планировке от предыдущего дизайнера за 60 тысяч? Что мы получили? Мы получили в прихожей холодильник. То есть, во-первых, бегать неудобно с кухни до этого холодильника. Далеко. А во-вторых, осталось мало места под шкаф. Ну, то есть, это слишком мало места, чтобы хранить одежду. А больше шкаф поставить некуда, потому что здесь вход в комнату, вход в комнату, вход в комнату, вход в ванну и вход на кухню. Еще и вход в квартиру. Вообще, какая-то выставка дверей получается. Видите? То есть, нужно что-то с этим делать. В ванной проблема в том, что здесь есть набор мебели. То есть, ванна, унитаз и малюсенькая раковина. Прям, ну, это катастрофа. Маленькая раковина, это не годится никуда. И здесь стиральная машина зашита вот в такую нишу. И, в общем, все это превращает данную квартиру в такую, знаете, ну, как бы не квартиру для удовольствия, что ли, да? Для красоты, для кайфа. А какое-то вот место пребывания. То есть, вот мы зашли там, знаете, переночевать. На мой взгляд, так нельзя. Нужно делать по-другому. По-другому я вижу это так. Во-первых, должна быть большая прихожая. И, по возможности, нужно избавиться от большого количества дверей, чтобы у нас не возникало ощущения, что мы зашли в магазин дверей. Для этого я делаю вот что. Я избавляюсь от двери вот в эти две комнаты. Внутри этих комнат переношу перегородку влево. Увеличиваю гостиную. Мне это нужно для того, чтобы поставить обеденный стол. Большой, хороший, с четырьмя стульями. Напротив еще и сервант удастся поставить большой, с любимой посудой. Остается место под диван, кресло, телевизор. И все это гостевая, хорошая, удобная зона с выходом на балкон, с большими окнами. И это удобно, надо сказать. А также я избавился от двух дверей, оставил один большой проем. Этот проем позволит зрительно объединить входную зону, то есть прихожую, со столовой. И получается, что входя в квартиру, мы сразу же видим вот этот красивый сервант, красивую обеденную группу. И ощущение простора, и красота появилась, и настроение поднялось при входе в квартиру. Вот так надо оформлять. Вот видите, то есть сразу же сколько зайцев мы убили. И красиво, и просторно, и от дверей избавились. И получили вот такую гостиную-столовую. А это позволило мне в кухне поставить больший кухонный гарнитур, который я увеличиваю за счет того, что развернул его еще вдоль окна. И здесь у меня появилась дополнительная рабочая поверхность. Поставил вот сюда вот еще дополнительную мебель. То есть это может быть все что угодно. Комод, буфет, который может раскладываться. И мы можем получить дополнительную рабочую поверхность в те моменты, когда много готовим. Ну и здесь все нормально входит. К сожалению, это не кухня-гостиная, но вот планировка диктует нам такие условия. Но зато получилась нормальная кухня, из которой мы подаем еду уже вот сюда вот в столовую. В прихожей мне удалось поставить шкаф размером всего лишь 2 метра. Ну чуточку поменьше. Этого, конечно, недостаточно, наверное, будет. Все-таки хотелось побольше. Но я это компенсирую тем, что ставлю дополнительный шкаф в кабинет, в который мы можем входить из той же самой прихожей. А вход в этот кабинет я делаю с открывающейся перегородкой. Не дверь, а именно перегородка, которая идет от самого потолка. Зачем мне это нужно? Вот для чего. Когда я открываю полностью перегородку, я получаю перетекающее пространство из прихожей в кабинет. Таким образом я зрительно увеличиваю пространство и запускаю свет через кабинет в прихожую. Тот же самый прием я повторяю из кухни. Здесь нету двери, есть проем. И свет я точно так же запускаю в прихожую. То есть заходя в квартиру, я ощущаю простор и направо, и налево, и прямо. То есть я как бы могу обозреть сразу же всю квартиру, практически всю и целиком. И это дарит мне ощущение простора. Если я хочу уединиться в кабинете, то я просто задвигаю эту самую перегородку и оказываюсь здесь наедине сам с собой. Могу работать, могу читать, могу смотреть там, не знаю, телевизор, если его сюда поставить. Вот стеллаж для книг и вот дополнительный шкаф для одежды. Рабочее место и еще одно дополнительное кресло, ну условно для посетителей. Здесь я тоже сдвигаю перегородку, если это будет возможно. А вот это вот на плане и по фотографиям, это был встроенный шкаф. Ну прямо знаете, раньше в квартиры встраивали в стены шкафы. Я его разбираю и строю перегородку между двумя несущими опорами таким образом, чтобы со стороны следующей комнаты у меня образовалась ниша. А в эту нишу я смог бы поставить шкаф. Я его туда и ставлю. Соответственно, в спальне я получаю большое количество хранения. Дополнительно макияжный столик или это может быть комод с зеркалом, с сидячим местом, ну и кровать с тумбочками. Вот таким образом у меня получилась планировка, которая более удобная, она более просторно воспринимается. Нету зажатых мест, не надо никуда впихиваться, ни в какие углы. При этом я переиграл еще и ванную комнату, в которой за счет правильного выбора сантехники я более компактную расстановку этой самой сантехники обеспечиваю и делаю раковину большего размера. То есть, что я делаю? Я беру и ставлю угловую ванну, это фирма Равак. В ней есть такие специальные совмещенные раковины и ванны. Раковина тоже Равак. И она делается над ванной, прям сверху на ванну заходит. И получается вот такая вот сдвоенная композиция. Она экономит место, но при этом раковина остается большой. И у меня есть большая раковина, большая ванна. Естественно, окно остается. Тут же унитаз и здесь остается за шторочкой хозблок, в котором стиральная машина и уборочный инвентарь находятся. Если посмотреть с точки зрения композиции, то увидим, что вся мебель расставлена с учетом осей симметрии. И это очень правильно, потому что это подарит нам гармонию и красоту. Неважно в каком стиле мы потом будем делать дизайн. Я напоминаю, что после планировки именно дизайном мы и занимаемся. И соответственно, сделав планировку, уже приступаем к следующей фазе. Это дизайн интерьера. Делаем, придумываем идею интерьера. Как мы это делаем? Вот по ссылочке вы можете посмотреть, переходите. Это отдельная тема для разговора. Но я про это сказал, чтобы рассказать вам о том, что планировка это фундамент будущего дизайна вашего интерьера. И если этот фундамент будет плохим, то и все здание под названием дизайн интерьера просто пошатнется или даже рухнет. Вот в чем дело. Поэтому особое внимание нужно уделять именно планировкам. Вот я и уделяю. Но вот про оси я сказал. И еще здесь вот стрелочками показано. Это такие видовые точки. Это места, где мы как бы на прострел видим пространство. Это очень важно. Тоже, если удается такое обеспечить. Вот видите, даже вход в спальню, он сделан не случайно, он сделан именно там, когда мы видим вот эти вот окна в разные стороны. Таким образом, перемещаясь по квартире, мы все время будем ощущать простор. И вот здесь, где кабинет с кухней, вот так вот пересекаются по этой линии, и спальня с гостиной. И учитывая тот момент, что в этой квартире живет два человека, то есть пара, при открытых дверях это пространство всегда будет восприниматься более просторно и, наверное, правильнее. Но если хотим уединиться, пожалуйста, закрываем двери, перегородки, и мы оказываемся в своей отдельной квартире. Напишите в комментариях, как вам такой вариант, а также, чтобы вам было интересно, на какие моменты, чтобы я заострил внимание, про что более подробно, может быть, рассказал. Ну и, конечно, поставьте лайк, вам не сложно, а мне награда за мои труды. Подпишитесь, нажмите на колокольчик. И на этом все. Всем пока. Да пребудет с вами муза и грамотная планировка. Чао.